В конце ноября в Туле прошел традиционный всероссийский турнир по боксу класса А среди мужчин и юниоров. Принять участие в соревнованиях съехались порядка более ста спортсменов. В честь нашего города отстаивал Геннадий Заталокин. На рейд приглашается 14-я пара. Геннадий Заталокин, красный угол, Белгородская область. Геннадий занимается этим видом спорта уже более 10 лет. Выбор в пользу бокса Гена сделал самостоятельно. Поставив перед собой серьезные цели, он точно знал, что в свое время добьется немалых результатов. За первое место награждается Геннадий Заталокин, город Белгород. Медаль памятных кубов, ценный подарок и дебро первой степени. Очень тяжело боевались. Тем более мы в первый день отбоксировали, а потом сделали день отдыха. И три дня подряд он боксировал без отдыха. Конечно, очень тяжелая физическая нагрузка. Ну и тут уже в последнем бою психологическом, когда вот он мастер спорта в руках и вдруг проиграется, ясно, что напряжение было колоссальное. Сейчас Геннадий вспоминает этот турнир с улыбкой. Он признается, что тогда на ринге эмоции переполняли. Все хотелось выполнить очень достойно. И у него получилось. Теперь он мастер спорта России по боксу. Все соперники были очень достойные, ну и высокого класса. В финале вот был соперник мастер спорта. Ну, я оказался чуть помоложе и получше. Геннадий одновременно со спортивной карьерой получает и высшее образование в МГО. Руководство института всячески поддерживает своего студента на различных соревнованиях по боксу. Юноша строит большие планы на будущее. Да я, если честно, как бы это еще, хотя уже много за плечами побед, но это как бы не передается даже. Просто стоишь в удивлении, не понимал ничего. Его тренер Александр Нужный может говорить о боксе бесконечном. Часами он готов рассуждать о мастерстве того или иного спортсмена, о подготовке к турнирам и о силе духа. Они все способны. Только один может себя переломить, ну, как вам сказать, не жалеть себя на тренировках, на соревнованиях. А второй не может этого все. Один все вкладывает, всю душу. И вот год сколько мы работаем, на сборы ездим, он везде выкладывается. А второй начинает потихонечку, там где-то притормозит, где-то что-то, ну, где-то снег, там, где-то нагрузки, там, ему кажется, большие. Человек, который втягивается в эту работу, уже его не остановишь. Он уже, это привычка, он будет у него просто в крови. А пока тренер со своим подопечным ставят новые цели, которые им вместе предстоит достичь.